Всем привет! Меня зовут Света. Как я говорила ранее, я вступила в несколько совместных проектов, которые организовала Наташа Хомякова. Мне очень понравились ее совместные проекты, у нее их очень много. Я написала Наташе, прими меня во все, кроме одного совместного проекта, который называется «Скоро в школу». Так как у меня нет детей школьного возраста, и я сама работаю не в школе, мне нечего вязать просто к первому сентября. Но когда я стала внимательно смотреть совместные проекты, тему совместных проектов Наташи Хомяковой, я увидела один из совместных проектов, который назывался «Согреем ручки». И тогда я подумала, да, девочки собираются вязать варежки, перчатки, а зачем же они мне нужны? Дело в том, девочки, что, как я говорила, я живу в Дагестане. И у нас очень редко, когда температура опускается ниже 10 градусов. У нас зима бывает очень теплая, и у нас очень редко кто, когда одевает перчатки. Вот в эту зиму 2021 года я практически ни разу не надела ни перчатки, ни варежки. Конечно, у нас зимой получилось так, что был мороз, но он стоял буквально пару дней, и был не настолько сильный, и я ни разу не надела перчатки. Но так как я уже вступила в проект, я не хотела отказываться от него, и подумала, что если я свяжу митинги. И стала подумывать, нужны ли будут они мне, пригодятся ли они мне. Но ведь дело не в том, чтобы они обязательно пригодились. Мне кажется, самое главное участие в совместных проектах, общении с девочками, продуктивное общение, и результат, ведь останется прекрасная вещь. Возможно, я не надену эти митинги, возможно, я их кому-то подарю. Итак, я решила связать митинги и для себя, и для своей подруги. Так как у меня одежда больше вот таких вот тонов, себе я буду вязать бежевого цвета. А подруге моей буду вязать вот такого серо-голубого цвета. Теперь расскажу немного о пряже. Это пряжа, девочки, Альзе Ангора Реал 40. Почему у меня нет этикетки? Да потому что эта пряжа у меня осталась от вязания капора. Капор я вязала в прошлом году, он получился очень хороший, удачный. Я его одевала. И вот этот вот, я брала два мотка и вязала в две нити. Вот этот вот моточек у меня остался. Здесь довольно-таки много, я думаю, выйдет парочка прекрасных митинок. И еще, наверное, останется, может быть, потом я эти остатки пущу куда-нибудь на носочки или еще куда-нибудь. И вот начало моего процесса. Спицы у меня самые обычные, тефлоновые, можно сказать, антикварные. Они у меня очень давно, мне нравятся и полностью меня устраивают. Итак, на вот эти специи, это, наверное, номер два с половиной, первоначально я набрала по 12 петель. Связала примерно сантиметров 5-6, померила на руку. Да, все прекрасно. Но я люблю вещи, когда они не болтаются на теле, а сидят немножечко плотнее. И я распустила все, что у меня было связано, и заново набрала обычным способом 10 петель. То есть на каждой из четырех спиц у меня по 10 петель. До того, как снимать видео, я сняла со спиц, надела на руку, поняла, что меня устраивает ширина, меня устраивает качество получаемого полотна. И определилась с тем, что я буду продолжать свою работу, и продвижение буду обязательно показывать вам. Метенки я буду вязать очень и очень просто. Я посмотрела у девочек, связанные варежки, перчатки, девочки, ну, что я скажу, это произведение искусства. Во-первых, вы вяжете из прекрасной пряжи. Во-вторых, те узоры, рисунки, вязки, которые вы используете, это, я не знаю, это просто мастерицы могут этим заниматься. Вот это вот вязание по кругу и вывязывание жаккарда, это просто, я думаю, я считаю, что это девочки-героини, мастерицы. Слов нет, браво! Итак, я не буду вязать узорами, не только потому, что я не хочу, а потому что уровень моего мастерства еще не дает мне возможности вывязывать такие сложные рисунки, жаккарды, вывязывать пальчик с клином. Я буду вязать очень просто. Я буду вязать прямо на ту длину, которая мне нужна будет, чтобы митинги у меня доходили примерно вот до второй фаланги. То есть вот до этих пор. Пальчики у меня будут открытыми. Здесь я вывяжу примерно 2 сантиметра резиночки, и пальчик, соответственно, большой тоже будет вот так же, такая же длина. Они будут вязаться просто, прямо и все. Без клина для пальца. Ну, я думаю, что будет неплохо, все вам покажу. А в дальнейшем уже, когда надумаю, если вязать еще перчатки в подарок или варежки в подарок, я обязательно посмотрю мастер-классы всех девочек, которые участвовали в этом совместном проекте. И посмотрю, как они вязали, поучусь у них, и возможно, тоже потом свяжу так же, как вязали они. За что им, конечно, большое спасибо. Те каналы, которые я уже посмотрела по этому проекту, мне очень понравились. Также проекты с процессы самой Наташи. У нее очень много варежек. Они такие тепленькие, толстенькие, с узорами, с рисунками, с сложной техникой выполнения. Ну, просто, просто красота. Молодцы, девчонки! И теперь я вам покажу, что буду вязать из второй пряжи. Так, это я убираю. Что скажу об этой пряже, девочки? Это Алиса Ангора Гоуд, самая обычная. Тоже нет этикетки, потому что это тоже у меня остаток. Эта пряжа у меня осталась от вязания детского кардигана для мальчика. Ее тоже довольно-таки много. Я думаю, здесь получатся полноценные митинги. Еще, наверное, останется... Ну, я найду, куда пустить остатки. Они у меня никогда не пропадают. Всегда используются с пользой. Так, вязать будут такие же митинки, как у меня. Единственное, по большим размерам. Так как моя подруга шикарных форм. У нее ручки полненькие, мягенькие, красивые, шикарные ручки. И будет побольше размер. Все остальное будет точно так же связано, как и у меня. Я не буду заморачиваться. Вот такая вот работа предстоит у меня в рамках этого совместного проекта. Что скажу еще? Девочки, все будет не так просто, как я сейчас говорю. Признаюсь, по окончании своей работы, когда будет вывязано все, что мне нужно, то есть полностью митинги будут готовы, и я буду их украшать. Украшать буду вышивкой. Пока не скажу, какая будет вышивка. Я еще сама не определилась, но однозначно вышивка будет. И то, что будет получаться, я вам обязательно покажу. Сначала сделаю на пробу. Посмотрю, понравится ли мне. Если у меня будут какие-то сомнения, я буду советоваться с вами. Если сомнений не будет, я просто с вами поделюсь. И буду надеяться, что вам тоже понравится. Буду надеяться на ваши прекрасные отклики, отзывы и все остальное. Итак, Наташа, тебе большое спасибо за совместный проект. Не только этот, за все совместные проекты. Ты большая молодец. Очень приятное общение с тобой. Очень приятное общение в твоей группе Визана, которая проходит ВКонтакте. Очень приятные девочки. Всем хочу пожелать успехов. Всем хочу пожелать здоровья. Легких петелек и прекрасных, тепленьких, красивых варежек. Девочки, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok